Конец благополучия Великого Новгорода положил Великий князь Владимирский и Московский Иван Васильевич Третий Великий. После поглощения Ярославского княжества он всерьез занялся присоединением богатейшей Новгородской республики, существование которой не давало ему покоя. Об этом в статье Александра Подволодского, называющейся «Эхо последнего веча», Московское княжество покорило Великий Новгород с помощью татар, в журнале «Загадки. История», номер 32, 2014 год. С Новгородской республикой враждовали предки Ивана Васильевича Ярослав Всеволодович и Александр Невский. «Отчина, есть и моя, люди, новгородцы, изначало от деда и прадед наших, от великого князя Владимира, крестившего землю русскую, от правнука Рюрикова, первого великого князя в земле нашей», – заявил он обескураженным новгородцам в 1471 году. Более того, Иван Васильевич объявил о том, что «казните войны же есмь, коли на нас, не по старине смотрите начнете». Новгородцы с 1136 года жили самостоятельно, имели добытую в борьбе вольность в князьях и обращение к такой седой старине, что ее уже никто не мог вспомнить, их шокировало. Новгородцы пытались решить дело миром, но тщетно. Иван Васильевич искал предлога к войне и скоро его нашел. Не сумев договориться с великим князем Владимирским и Московским, новгородцы реализовали свое право вольности в князьях. Пригласили на княжение литовского князя из рода Гемгедемина Михаила Алельковича. Князь Михаил был истинно православным, мать его Анастасия Васильевна была родной теткой Ивану Васильевичу, то есть они были кузенами. А сам Михаил по материнской линии являлся правнуком Дмитрия Донского. Литовские православные князья и до этого были приглашаемы на русские княжения, во Псков, например. Судя по всему, никакой угрозы православию приглашение Михаила не несло. Однако оно было подано московским князем и московским клиром именно как враждебная и даже изменническая акция. Удачные обстоятельства сопутствовали великому князю. Незадолго до этого Михаил Алькович отбыл в Киев, где умер его старший брат Семен, и новгородцы остались без военного предводителя. Правда, в Новгороде оставался служил и князь Василий Шуйский, но он военными талантами не блистал. Другим благоприятным обстоятельством был тот факт, что в ту пору новгородским архиепископом был феофил, ориентирующийся на московскую церковь. Войска московского князя вошли в новгородскую землю несколькими отрядами. Кроме собственного московских полков, включая войска великого князя и его братьев, по ходу присоединили Касимовские татары во главе с сыном Касима Данияром, а также Тверской полк. И по некоторым данным, ксковичи на реке Шелонь, московское войско под командованием Даниила Дмитриевича Холмского и Федора Давыдовича Пестрова столкнулось с новгородским полком. Об этой битве много написано, но ход событий, как правило, излагается с точки зрения победителей. Обычно отмечается, что новгородские войска составляло 40 тысяч человек, а московское около 5 тысяч. Хотя первоначально отряд московских воевод составлял 10 тысяч человек, новгородцы уверенные в победе Глаголааху Славеско-Хульнеа. На следующее утро московские воеводы, произнеся перед войсками зажигательную речь, первые бросились вброд через Шелонь. Не ожидавшие такого стремительного натиска, новгородцы бросились бежать. Позднейшие российские историки добавляют, что простые новгородцы не хотели воевать со своими православными. Заклепывали пушки, воевали только под принуждением, при благодатном случае обращались в бегство и так далее. Но сохранившиеся новгородские источники по-иному рисуют картину Шелонской битвы. Новгородцы, пользуясь своим численным превосходством, потеснили москвичей и даже погнали их за Шелонь. Но исход дела в пользу московского войска решили подоспевшие Касимовские татары. Архиепископский новгородский конный полк при этом бездействовал. Его воеводы отговаривались, что они посланы только против псковичей. Попавшего в плен к москвичам новгородского воевода Дмитрия Борецкого, еще троих бояр великий князь велел казнить, а еще 50 лучших новгородцев отправили в Коломну в тюрьму. Деморализованный Шеломский разгром новгородцы запросили по инициативе все того же архиепископа мира, и вскоре к Ивану Васильевичу прибыла новгородская делегация во главе с Феофилом. Иван Васильевич милостиво простил крамольников и взяв откуп копейного с города 16 тысяч рублев новгородских, а также всех пленных, отбыл в Москву. Отдельно летописец отмечает, как великий князь, чтив царевича Даниара и отдарив, отпусти его в Мещеру, у Абиша, бо у него новгородцы 40 татаринов в загоне. То есть 40 служилых басурман и для великого князя и для летописца оказались дороже, чем сотни и тысячи новгородцев, которые восхотеши латынскому кралю и митрополиту работать. Не был забыт и Феофил в конце 1471 года, он был поставлен московским митрополитом и архиепископом Новгородский и Псковский. Но все же новгородское самоуправление не было отменено вовсе, хотя и сильно ограничено. Повод к окончательному решению новгородского вопроса не заставил себя долго ждать. В 1477 году два новгородских челобитника, подвойских Назар и вечевой дьяк Захарий, представляясь царю, назвали его не господином, как обыкновенно, а государем. Иван Васильевич использовал обмолвку, чтобы предъявить новгородцам новые требования. Московские бояры прибыли в Новгород и потребовали признания за Иваном III титула государя и упразднения новгородского суда. Тщетны были ответы новгородского вечера, что оно не давало этим двум мелким чиновникам подобного поручения. Великий князь Иван Васильевич III обвинил новгородцев в запирательстве и нанесении ему бесчестия, и в октябре выступил в новый поход на Новгород. Новгородцы хотели сражаться, уже не в чистом поле, а надеясь на крепость новгородских стен. Московское войско окружило город и начало грабить окрестности, добывая фураж и не только. Надежды новгородцев на то, что под действием голода и холода Московское войско отступит, расставили на глазах. Когда новгородцы 23 ноября 1477 года отправили посольство во главе со все тем же архиепископом Феофилом, надеясь в очередной раз откупиться от великого князя, но на сей раз вышло по-другому. Московские бояре от лица великого князя заявили, что вечу колоколов в отчине нашей в Новгороде не будьте, посаднику не будьте, а государство нам свое держать. Узнав, что новгородская веча забурлила, однако боярская верхушка все пыталась договориться, она получила заверение от московских бояр, что в случае принятия условий ультиматума их жизни и имущества будет в безопасности. Когда же новгородцы предложили великому князю поклясться в этом, им было в резкой форме отказано. И новгородцы сдались, вернее сдалась новгородская верхушка, а простым новгородцам оставалось лишь подчиниться. Одним из первых на службу к Ивану Васильевичу перешел новгородский служилый князь Василий Шуйский. А уже 15 января 1478 года все новгородцы были приведены к присяге великому князю. Веча более не собиралась, часть новгородского архива и вечевой колокол отправили в Москву. Апогеем этого фарисейского апофеоза стало взятие под стражу новгородского архиепископа Феофила. Доносчику, как говорят, первый кнут. Князь же великий из имя архиепископа новгородского в Новигороде Феофила о карамоле и посла его на Москву. И казну его, взя множество злата и серебра и сосудов его, пишет литописец. Но в карамолу главного новгородского москволюба Феофила вернется с трудом. Скорее великий князь просто позарился на богатую казну. Так по предательству и малодушию правящей верхушки пал господин великий Новгород. Интересно, что даже спустя несколько столетий в народном представлении бытовало мнение, что новгородцы проявили непростительную уступчивость в борьбе за свою свободу. За что россияне подвергали их нещадному осмеянию. «Новгородцы такали, такали, да Новгород и протакали», – записал Владимир Даль в своих пословицах русского народа. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.